Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий Книга и это новости на телеканале Видное ТВ. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Накануне 90-летнего юбилея Ленинского района телеканал Видное ТВ объявил конкурс репостов. Теперь объявлены победители. А поможет мне в этом маленькая Соня. Я сейчас покручу барабан, а ты вытащишь бочонок. На Старонагорной улице будет установлен светофор и демонтированы лежачие полицейские. Вопрос решен. Я так понимаю, члены комиссии предлагают голосовать за решение совмещения сроков демонтажа и установки. Почему уроки истории в Развилковской школе ученики не прогуливают и даже не опаздывают на них? Это драйв, понимаете, эти глаза. Накануне 90-летнего юбилея Ленинского района телеканал Видное ТВ объявил конкурс репостов. Каждый желающий мог стать настоящим ньюсмейкером, просто поделившись с людьми информацией об интересных событиях, приуроченных к празднику. Откликнулись десятки людей и теперь пришло время узнать имена победителей. Сегодня мы подводим итоги конкурса репостов. Напомним, что телеканал Видное ТВ вел прямую трансляцию праздничного концерта, посвященного 90-летию Ленинского района и Дню города Видное. Это было не только в эфире, но и на нашей страничке в соцсетях. Анонс этого события и был главным условием участия в розыгрыше билетов на концерт Григория Лепса во дворце спорта Видное. И вот сейчас мы наконец узнаем имя победителя. А поможет мне в этом маленькая Соня. Я сейчас покручу барабан, а ты вытащишь бочонок. Итак, номер счастливчика один. Но у нас еще есть три поощрительных приза, и это подборка изданий о нашем городе и его выдающихся жителях. Соня, опять нужна твоя помощь. Вытаскивай бочонок. Номер два. Еще. Тридцать два. И третий обладатель поощрительного приза. Четыре. Благодарим всех за участие в нашем конкурсе. С победителями мы обязательно свяжемся и передадим призы. Смотрите Видное ТВ и выигрывайте. Старая Нагорная улица уже давно является для многих автолюбителей ежедневным испытанием. В часы пик на преодоление относительно небольшого отрезка дороги водителям приходится тратить много времени. Что думают об этом сами владельцы автомобилей и как, по их мнению, можно решить этот дорожный вопрос, узнал Арсений Рогозянский. В час пик напряжение водителей достигает своей наивысшей точки. На повороте на Старой Нагорную улицу возникает транспортный коллапс, который приводит к затруднительным ситуациям на дорогах, а иногда и к авариям. Я думаю, наверное, светофор все-таки поставить. Полицейский лежачий уберите, будет хорошо. А как вы думаете, как в зеленых колеях разрешить эту СТА? Там надо двойную сплошную от круга сделать и запретить парковку при въезде со школьной. Конечно, надо просто дороги делать, расширять. А как же? Там лежачий полицейский держит. Развязку надо сделать из нового видного. Это из-за них все стоит, в принципе. В целом, конечно, наверное, расширением полосы дорожной, но, я так понимаю, там частное владение дальше идет, поэтому так не получится. А так, ну, либо круг убирать, в принципе, это стоит светофор. Возможно, другие будут затруднения. В администрации муниципалитета над дорожной проблемой на участке от кругового перекрестка Увникопа до Старой Нагорной улицы работают и ищут пути ее решения, учитывая при этом мнение как автовладельцев, так и жителей поселка Ленинского. Одной из первых мер станет ликвидация лежачих полицейских. Уже на следующей неделе сотрудниками МБУ Друссерис, который содержит улично-дорожную сеть муниципальную, будут проведены работы по их демонтажу. Но мы понимаем, что там же проживают люди в поселке Ленинский, и демонтаж искусственных неровностей создаст там дополнительные трудности в переходе через проезжую часть, поэтому вопрос выносится вместе с установкой светофорного объекта. Помимо этого, три дня в неделю, по понедельникам, вторникам и четвергам на дорожном направлении будут дежурить сотрудники ГИБДД. Эти меры призваны улучшить ситуацию на проблемном участке. Арсений Рогозянский, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В продолжение темы. В администрации Ленинского округа состоялось заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения муниципалитета. Среди прочих вопросов собравшиеся обсудили тему демонтажа искусственных дорожных неровностей с последующей установкой светофора и переноса пешеходного перехода. Заседание комиссии началось с выступления сотрудника госавтоинспекции Ленинского района, который рассказал о состоянии аварийности на дорогах муниципалитета и о том, какие ведутся профилактические мероприятия по ее снижению. Он отметил, что количество ДТП снизилось на 9%, но цифра недостаточная. Необходимо еще больше уделять внимание вопросам организации дорожного движения. Затронули и тему детской безопасности. Широкую дискуссию вызвала тема, которая давно беспокоит многих жителей муниципалитета. Коллапс на Сороногорной улице вблизи остановки поселок Ленинский. На рассмотрение комиссии был вынесен вопрос о демонтаже на данном участке искусственных дорожных неровностей, установке светофора с кнопкой вызова и обратным отчетом времени, а также о переносе пешеходного перехода. В администрацию поступает огромное количество жалоб жителей города Видны на то, что существующие установленные искусственные неровности снижают скорость движения транспортных средств, тем самым создают заторы. Члены дорожной комиссии предложили сначала установить светофор, а потом уже убирать лежачие полицейские. Ведь в обратном случае переходить дорогу здесь будет небезопасно. Я так понимаю, члены комиссии предлагают голосовать за решение совмещения сроков демонтажа и установки. Я правильно формулирую вопрос? Это общее мнение членов комиссии большинства? Большинства. Тогда давайте за это голосовать. Кто за? За такую постановку вопроса проголосовали единогласно. Максимально быстрое поручение принять меры к размещению светофорного объекта. Я так понимаю, помимо светофорного объекта, там необходимо еще сделать подходы. В курсе вопросов? Не в курсе? Значит, на личном контроле держите. На личном контроле максимально быстро. С Хванюк все вопросы решены по деньгам. Можете приступать. Не позднее 31 декабря все работы должны быть сделаны. Но Сергей Гаврилов настаивает, чтобы реконструкция завершилась до первого снега. Юлия Пагасян, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Уроки истории в Развилковской школе ученики не прогуливают и даже не опаздывают на них. А каждый следующий ждут с нетерпением. Как учителю Ирине Геша удается заинтересовать своим предметом всех без исключения, узнала наш корреспондент Екатерина Борисова. Развилковская школа для Ирины Евгеньевны Геша как второй дом. Здесь она училась сама, сюда же пришла работать 27 лет назад учителем истории. Наша героиня – потомственный преподаватель. В школе работали ее дед, отец, мать, тетя и дядя. Поэтому она с детства знала, кем хочет стать. Большое влияние на выбор профессии оказала и бывший учитель истории самой Ирины Антонина Филипповна Милова, с которой наша героиня общается по сей день. О выборе профессии не жалела ни дня. Это драйв, понимаете, эти глаза, эти улыбки, которые... И даже когда у тебя плохое настроение или что, приходишь, ты обо всем забываешь. Это жизнь. При этом свою задачу Ирина Евгеньевна видит намного шире, чем просто познакомить школьников с мировой историей. Задача, конечно, современного учителя – попытаться все-таки научить их отбирать информацию. Правильную информацию, правдивую информацию. Но при этом, конечно, иметь собственное мнение. Я, конечно, пытаюсь что-то доказывать со своей стороны. Но у детей всегда должно быть право выбора, какую точку зрения им принять. Но я их всегда учу. Если ты сказал «да, я утверждаю», докажи и приведи конкретный пример. Наша героиня каждый свой урок старается построить так, чтобы детям было интересно. Что это будет – классическая лекция, дискуссия, игра или даже театральная постановка? В каждом конкретном случае рецепт свой. Это земельный наден, получаемый крестьянином за службу. Да, да. Нет. Нет. Докторая или нет? Нет. Нет. Где ошибка? Ирина часто готовит со своими учениками театральные постановки на исторические темы. По ее мнению, это еще один способ проникнуться, прочувствовать события, повлиявшие на ход истории. В пятом-шестом классе мы с ними готовили общешкольные мероприятия Гненародного единства. Показали прекрасный спектакль. У нас были по блокаде Ленинграда с привлечением театрализованной постановки от Ани Савичевой. У нас был позапрошлом году, мы готовили День неизвестного солдата. Потрясающее, трогательное мероприятие. Ученики Ирину Евгеньевну любят и стараются не пропускать ее уроки. Многие уже поняли, что без знания мировой истории трудно строить будущее. Если бы мы не знали историю, мы бы не знали нас самих. Мы бы не знали, какие были ошибки, повторяли бы их. И мы учимся, таким образом мы узнаем что-то новое, может быть что-то полезное для себя. Ирина Евгеньевна очень хорошая, она очень хорошо объясняет, сразу все понятно. И она нам всем очень нравится. Ирина Евгеньевна, она делает сама презентации, рассказывает нам все, иногда мы играем. И очень интересно, с ней весело. Еще Роберт Рождественский писал, учитель – профессия дальнего действия, главное на земле. И глядя на таких учителей, как Ирина Евгеньевна, с ним сложно не согласиться. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видно этого. С началом осени центр тестирования возобновил прием норм ГТО. Так на стадионе «Металлург» все желающие смогли попробовать свои силы в беге на короткие и длинные дистанции. Тему продолжит Татьяна Брылова. Разминка перед забегом – обязательное условие. Иначе, особенно на короткой дистанции, не избежать растяжений и других мелких, но неприятных травм. А вообще, советуют опытные спортсмены, подготовка должна начинаться как минимум за две недели до испытаний. Тогда больше шансов на успех. Сначала короткая дистанция, всего 60 метров. Это некая разминка перед более сложным испытанием. Для девочек – два километра, для юношей – три. Сегодня в основном бегут старшеклассники. Они сдают на пятую ступень и дистанцию в 60 метров на золото должны преодолеть за 9,3 секунды. Девушки – юноши за 8 секунд ровно. Короткий отдых и вновь на старт. Тренеры советуют сохранять средний темп, дабы быстро не переутомиться. Но уже после первого круга есть те, кто сошел с дистанции. А вот и первые, справившиеся с испытанием. Говорить пока тяжело, но радость от победы над собой чувствуется. Пример своим ученикам показывает учитель физики школы номер 7 Наталья Степочкина. Она тоже участвует в забеге и, кстати, успешно справляется с поставленной задачей. Труднее всего преодолевать себя. И неважно, на уроке-то это или на спортивной площадке, как сегодня. Я считаю, что в здоровом теле, здоровый дух. И человек должен быть прекрасен. И не только внешне, но и внутренне. Внутренне наши дети показывают хорошие результаты в школе, на олимпиадах. А внешне здесь, на этой площадке. Бег – самое сложное дисциплин, считают многие ребята. Но, выполнив эти нормативы, к следующим они подойдут уже более уверенно. И к концу учебного года преодолеют еще одну ступень ГТО. Татьяна Брылова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами был Дмитрий Книга. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok